еще раз обращаюсь к Владиславу Кундасеву он меня несколько лет назад нашел он угадал какой был урожай господи боже мой мы сидели в беседке и над нашими головами туда свесились эти абрикосы вот это моя мечта сбылась однажды беседка же не сразу была построена что я буду сидеть вот и как в том кинокомедии Ширли Мэрли вот взять руку в одну рюмку чаю ну вы поняли да а другую вот так вот снять плод на закуску и моя мечта сбылась и в это время приехал Владислав Кундасев я его не звал он приехал из Кемера сейчас у него похоже прекрасная у него похоже прекрасная как называется эта вещь когда называется это он стал ведущим не только как раньше был конца садовода но и телеканал усадьба а это уже Москва вот великолепная карьера он у меня был он увез от меня там ведра у меня там были еще даже на фильмах что я ему ведра с абрикосами приготовил ведра вот и вот получается вот он этот товарищ видишь видите его надо дальше повышать умнейший талантливый у него образование вот он агроном он настолько хорош ведущий заслушаешься вот снял у меня такие фильмы но прошли годы а сейчас два варианта первые вот это самое Владислав или забираем их учеников в Москву уже вот и пусть там учат но в Москве ничего нет и вот эти телеканал перед сейчас это усадьба а когда был бобер они работали только со старыми вот с такими вот старыми гнилыми покрытыми паршой в чем только можно деревьями потому что не нашлось и они это с ними работали глупость невероятных я понял что в Москве им не нашлось нормального дерева нормального саженцы вообще убогие видели как они отвернули чтобы не видно было а я-то вижу как у них вытащили с горшка и у них сухая земля осыпалась и они садились голыми корнями полутора метровый саженцы с листьями а корешков то во а это же самое искусственное которое вот наверняка вот мне бы сказали голову на плаху если я ошибся положил бы потому что наверняка все что они садили дано мертво и быть по другому не может это такое убожество было и вот это убожество продолжается вот но как продолжается сейчас канал стал лучше но он вот так чтобы вот научить этому надо понимаете не только вот там пошла яму огромную выкопала посадила в яму этот саженец бедный несчастный насыпала туда эти что только это вот вроде бы все правильно делают и прививку покажут правильно улучшенную капулировку но не там не так пользы людям не приносит а вот я о чем владислав забирай моих ребят крайнем случае еще второй вариант потому что я еще покажу такие примеры я специально готовил эту речь пусть немножко повторюсь но это очень важно вот потому что тебе нужен подходящий коллектив такой что мы всю страну перевернем когда я проводил на эти самые семинары в москве это был александр сеич участник семинара главный редактор при этом самого весты косодовода вот потом подзывы то были железы в москву на уши поставил я не уже я могу помочь вам поставить как приезжайте ко мне мне недели я не целую неделю у нас же уже где-то не умолите плюс был я делал обрезку уже не на заготовку щенкова просто обрезку если бы за мной бы камера ходила ваше ходила бы камера с этого с телеканала усадьба сколько пользы бы я бы сто деревьев бы потом выбирали бы отрезали бы но я бы сто деревьев бы отрезал каждый раз по-своему с подробными комментариями это было бы уже учеба даже отдельно потом можно было бы для темирской академии потому что они не умеют этого делать они одно знают половина девять видов леток лишних остается кусая больное несчастное искоречное дерево после их учебы мы это проходили помните вот это я надеюсь и я еще немножко продолжу вот это я хотел сказать значит нужны настоящие садоводы с лучшими садами него те которые больные несчастные подходят к изувечным деревьям и давая последние ветки отрезать а потом берет одна мыло это то есть это самый мощное средство а другая берет и стирает кору это когда я смотрел я думал сказать что самостоятельно сбегали нет они просто не понимают ничего а а тот кто им работу дал кто нанял сценариста а сценариста перепутали он где-то поймали на улице видят мужик идет вот вроде лицом брода рвачка будет сценариста буду у меня садится в общем все особо сейчас посадим вот и пошло поехало давай выгребать все сады и почву берегов кто бы из вас научил других как бы вас наказать вот этих вот фей вот дать лопату да и всего лишь одну сотку одну а до сотка вы знаете сколько нет 10 на 10 это и сотка ну немало а на эти 10 на 10 должно выйти восемь-десять деревьев но и потом когда взрослый а когда маленький больше запасов а вскопайте мы сами эту сотку да еще с дерном а еще лопаты навсегда отучите шучек и так железу пишет приглашаю на съемки для телеканала усадьба и для канала консультация навода еще раз приедете еще подробнее мы много сделали пользы но время ушло я смотрел просмотрит 45 тысяч все это уже забыто сергей вас будет учить я имею ввиду пасы садоводов 26 марта он сейчас тощит камень это первый день прививок повезло легкая плюс солнце светит потом опять снегом засыпется на скажем это но он накроет бутылками и нихрена с ним не случится он потом сядет на кран бессонное время тут надо успевать потому что его агронома агронома вы представляете как допустим съемки уже называл сергея валерью все и так же как он там написано агроном и тут агроном ведущий или соведущий представляете это самая уважаемый консультант садовода какого я вам парня предлагаю не только одного вот надо соблюдать агроном аспирант а что они не могут легче читать будучи аспирантом еще всегда я считаю что вот таких передачах я подсказываю да пусть он ни разу не позволите не зовется хотя по идее мы должны поздороваться потому что еще раз говорю когда я говорю про человека который я считаю одними из самый лучший ведущий я сколько этих передач видел лучше куда села никто когда вы позвали сказать константин спасибо за добрые слова уж я за свои от слова отвечаю и тогда тогда вдруг окажется что смотрите это будет звучать сергей агроном савинич аспиранта не с улицы да эти круче они кандидаты в эти самые кандидаты наук а потом смотришь лингвист в полный ноль приказали калечить дерево калечит приказали калечить почву калечит вот сказали 3 заветки все там много отрезать вот этой коры а здесь настоящее садово с и вот это тоже уважаемый ведущий вот выдающийся ведущий вы посмотрите это его каналы посмотрите как он ведет передачи вот даже я заслушиваюсь как бы сказалось меня не удивить смотрите знаете когда это было смотрите сюда сейчас поймете вот почему вот этого не не рекламировать саженцы а вот это вы должны уважаемые ведущие телеканала уже усадьбы московской смотрите внимание все время идет захват пространство как его назвать информационного видите сейчас покажу вот это я в москве как за 2009 год то есть 13 лет назад все они мертвы все а был февраль а люди берут чтобы посадить весну они даже не знают что им вода нужна что они давно высохли насмерть понимаете я тенденцию я не знаю я когда то показывал это вот они абсолютно мертвые абсолютно как они не могут высохнуть они живые а живое просит воды вы же знаете если человек 3-4 дня особенно ребенок он мертвый если не напоить водой а здесь что получилось вот вот так я ставил москву на уши вот таким вот образом сейчас я вам еще не все показал а чуть-чуть ушла куда-то в сторону вот ну короче говоря приватя вас научу если вот этот запись этого кино у меня есть на диске пожалуйста вот реплик Александр Ильич вот видите ну тут скромное стоит это чай и это меня чествует после того когда я провел считается триумфальная триумфальная лекция она тоже записана на низких дисках тоже машина слава магiatria фейл вы слава вы видите ли